Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, мы с вами на детском канале Дарвиновского музея, и сегодня наш разговор пойдет о рогах. Не так давно мы снимали видео, которое было посвящено когтям и ногтям, и мы обсуждали там, что лучше. И вот к этому видео некоторые из вас написали такую просьбу рассказать о рогах животных. Что это такое, что за рога, зачем они нужны, как они устроены и так далее. И сегодня мы как раз с вами об этом поговорим. Надо сказать, что, как считают ученые, в эволюции, в процессе эволюции у копытных рога появлялись несколько раз, независимо друг от друга. Но считается, что где-то от трех до семи раз это событие происходило в разных группах. Рогатые не только современные животные. Рогатыми были и некоторые животные древности, но наверняка вам известны рогатые динозавры. И среди млекопитающих тоже было немало неожиданных обладателей рогов. Например, рогатыми были верблюды и свиньи. То, что сейчас как раз мы у них наблюдать не можем. Самые простые, пожалуй, рога из современных животных у жирафов и акапи. Они представляют собой просто костяной стержень, который сверху покрыт кожей с шерстью. И надо сказать, что эти рога появляются у животного не сразу в момент рождения. В момент рождения место, где появятся впоследствии рога, оно просто обозначено такими темными пучками шерсти. Поначалу начинает расти хрящ, который не связан с черепом. Затем этот хрящ прирастает к черепу и костеневает. И вот эти вот небольшие рога, у них даже есть особое название, они называются осеконы. Они, в общем, устроены самым простейшим образом. У жирафов есть рога и у самцов, и у самок. У акапи рога есть только у самцов. Зазначение таких рогов, это, вероятно, какая-то борьба с сородичами. У жирафов, помимо того, что у них есть рога, у них еще есть длинные шеи. И когда они друг с другом соперничают, дерутся, то они размахивают свои длинные шеи, а голова у них служит такой своеобразной булавой. И вот рога, они помогают, во-первых, утяжелить голову, потому что они состоят из кости, а во-вторых, они помогают направить силу удара, что тоже оказывается важным. Немного сложнее устроены рога у велорогов. Это такие копытные животные, обитающие в Северной Америке. Мало того, это древнейшие копытные животные Северной Америки. Рога у них также есть и у самцов, и у самок. У самцов они значительно крупнее и разветвлены. У самок рога меньше и без веток. Как же устроены у них рога? У них рога представляют собой костяную стержень, на котором сверху есть роговой чехол. Что в них необычного по сравнению с другими рогами? Необычно то, что этот роговой чехол ежегодно меняется, то есть они его сбрасывают каждый год, и каждый год нарастает новый роговой чехол. Интересно еще, что у велороги действительно когда-то была достаточно большая группа животных. Их было в семействе порядка 70 видов в листоцене, например. А сейчас они представлены единственным видом. Это довольно симпатичные животные, которые по сей день можно встретить в Северной Америке. Смена рогов у них происходит после сезона размножения и занимает более четырех месяцев. У полорогих. К полорогам относятся антилопы, газели, быки, бараны и козлы. У полорогих рога устроены следующим образом. У них тоже есть небольшой костяной гребень. На нем находится роговой чехол, и этот чехол образуется клетками эпидермиса, верхнего слоя кожи, наружного слоя кожи. Клетки все время нарастают, и рога тоже увеличиваются в размере. Клетки вырабатывают довольно большое количество кератина, и, соответственно, вот этот чехол состоит в основном из кератина. Эти рога не меняются у животных и продолжают расти в течение всей жизни. И чаще всего у полорогих рога присутствуют и у самцов, и у самок. Хотя, конечно, бывают и исключения. И вопрос, зачем? Ну, наверное, в первую очередь для защиты. Ну, например, овцы-быки, когда защищают своих детенышей от нападения, например, волков, они стают кольцом, рогами наружу, и таким образом они защищают молодняк от нападения хищников. Ну и, безусловно, конечно, рога используются полорогими при схватках соперников. Наверняка вы видели, например, баранов, сталкивающихся рогами, и остается только удивляться. При этом раздается такой ужасный звук. Кажется, что сейчас у кого-нибудь просто расколется череп, но этого не происходит, потому что череп и рога очень прочные. То есть рога такая штука мультифункциональная. А вот у оленей рога устроены совсем иначе. Рога оленей большие, ветвистые, но при этом, как ни странно, они меняются у них ежегодно. Ну, во-первых, надо сказать, что рога оленей состоят не из кератина, а они состоят из кости. У самцов оленей, а у оленей рога чаще всего бывают только у самцов, у молодых самцов, ну, где-то около 6-8 месяцев, на лобных костях черепа образуются такие небольшие пеньки, которые сохраняются у них в течение всей жизни. И вот на этих пеньках как раз и происходит рост рогов. Поначалу рога еще довольно мягкие, они хорошо иннервированы, они пронизаны кровеносными сосудами и покрыты такой мягкой бархатистой кожей с мехом. Эти рога еще называются панты, и можно быть, вы знаете, что панты даже заготавливают для получения вещества активного, биологически активного, который называется пантокрин. Но впоследствии рога начинают окостеневать, и, собственно говоря, в этих рогах совсем нет кератина, они целиком состоят из кости. Когда рога окончательно окостеневают, кожа с рогов спадает, но тем не менее, если присмотреться, то на рогах довольно хорошо видны следы от бывших кровеносных сосудов. В отличие от рогов полорогих, которые образуются благодаря наружному слою кожи, костяные рога образуются благодаря более глубоким слоям кожи. Эти рога, как я уже сказала, меняются каждый год. И, в общем, на самом деле, конечно, можно себе представить, сколько ресурсов необходимо организму для того, чтобы вырастить, в общем, такое достаточно большое сооружение на голове у самца. Вот, кстати, мы с вами находимся на очень интересной выставке. Называется эта выставка «Императорские охоты в прошлом и настоящем», поскольку, действительно, рога нередко служили и продолжают служить очень такими важными трофеями охотничьими. Но и здесь, на нашей выставке, действительно, вы можете увидеть трофеи, которые были добыты во время царских императорских охот в нашей стране, в России, и узнать о современных охотах императорских, которые еще продолжают существовать в некоторых странах. Ну и вот у меня за спиной в витрине, кстати говоря, некоторые из трофеев царских охот вы можете увидеть. На самом деле, конечно, ресурсов организм тратит очень много. Возникает вопрос, насколько вообще это целесообразно. Зачем животным нужны рога и почему рога у большинства оленей, за единственным исключением, бывают только у самцов. Сейчас я вам продемонстрирую, какая от моих рогов польза. Рога – это турнирное оружие, которое самцы используют для сражений во время брачного периода. Причем, иногда даже если рога у одного из соперников значительно крупнее, даже не нужен никакой турнир, не нужна поединка, может все ограничиться простой демонстрацией. И рога тем больше, чем, во-первых, олень взрослее, потому что первые самые рога вырастают у оленей только в два года. Молодому животному до двух лет рога не нужны, потому что он не принимает участие в турнирах. И вот первые рога называются спицами, потому что на них нет вообще веток. На второй год вырастают рога, на которых появляется первое ответвление, они напоминают рогатку. И впоследствии каждый год рога увеличиваются до определенного возраста, на них появляется больше ветвей. И, соответственно, мы можем узнать такого взрослого, опытного, матерого самца по большим ветвистым рогам. Конечно, самки предпочитают именно обладателя таких вот крупных раскидистых рогов, потому что рога – это не только орудие в поединке, это еще и показатель здоровья животного, потому что, безусловно, больное животное, животное слабое, не сможет вырастить у себя на голове вот такое вот потрясающее совершенно украшение. Честно говоря, мне просто страшно, вот как такое вообще это представить, да, сколько сил нужно затратить организму, с учетом того, что это на самом деле нужно очень на короткий период, в тот период, когда самцы сражаются за самок. После того, как оканчивается репродуктивный период, самцы свои рога сбрасывают. Как правило, это происходит поздней осенью, и у них по весне начинают отрастать новые рога. У лосей, это самые крупные современные олени, у них рога начинают разрастаться в широкие такие пластины, поэтому старых самцов лосей называют еще сахатами, поскольку эти пластины ассоциировались у людей с сахо-инструментом, который был необходим для обработки земли. Но у совсем пожилых самцов рога уже становятся менее выразительными, они истончаются, что, в общем, связано с тем, что, конечно, уже не хватает здоровья у пожилого животного вырастить такое совершенно потрясающее украшение. Рога бывают не только у парнокопытных, есть и не парнокопытное животное, также снабженное рогом. Это носороги. У носорогов рог растет не сверху на голове, а растет у него на носу, и рог этот совсем иначе устроен. Он тоже состоит из кератина, но это скорее такие волосы ороговевшие, то есть у него другое совершенно происхождение, и на самом деле не очень, в общем-то, понятно, зачем носорогу нужен рог, как он его может использовать. Ну, во-первых, да, безусловно, такой рог делает животное более опасным, да, он дает возможность защититься в случае опасности. Может быть, также это важно и в половом отборе, поскольку рог такой, он достаточно крупный, но тем не менее, вот у носорогов-то рога тоже есть и у самцов, и у самок взрослых. Надо сказать, что если у оленей используются молодые рога, которые еще не потеряли, не утратили сверху кожу, в которых много кровеносных сосудов, а кровь приносит много биологически активных веществ, мы уже об этом говорили, то у носорога тоже рога используются в медицине традиционной, и это очень печально, потому что именно из-за носорожьего рога носорога в больших количествах убивали. Существует такое почему-то представление, что эти рога могут быть полезны. Как вы понимаете, это примерно то же самое, что съесть пучок волос. В общем, не очень понятно, чем это особенно может быть полезно. Ну и несколько слов хочется сказать об особом случае среди оленей, о северных оленях, у которых самцы и самки рогаты. Рога достаточно крупные, но интересно что? Интересно то, что самцы и самки в разное время свои рога утрачивают, сменяют. Самцам рога нужны в первую очередь в брачный период, поэтому по окончании брачного периода в ноябре-декабре взрослые самцы сбрасывают свои рога. А что же касается самок, то самки сбрасывают рога в апреле-майе после отела, когда у самок уже рождаются детеныши, после этого они сбрасывают свои рога и у них отрастают новые. И соответственно в самое сложное время, неблагоприятное, когда труднее всего кормиться, самки рогаты, а самцы не имеют рогов. И это оказывается для самок очень важным преимуществом, потому что самка, наклоняясь к земле для того, чтобы питаться ягерем, она своими рогами как бы огораживает себя определенный участок, на котором она может кормиться и дает возможность не подпускать более крупных, сильных самцов. То есть таким образом она питается, а для нее это очень важно, потому что в это время, как правило, взрослые самки вынашивают детенышей и, в общем, это ей дает возможность нормально кормиться. Так что видите, рога бывают разные, рога рогам рознь. Ну, пожалуй, на этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши видео, приходите к нам в музей. У нас очень много всего интересного, помимо той выставки, на которой мы с вами сейчас находимся. И мы всегда вас рады будем видеть. Всем пока, хорошего дня!